Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами протеерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем стих из Евангелия от Матфея, 21 глава, 42 стих. Эти слова вам хорошо известны, они звучат за нашим богослужением. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Эти слова всегда потрясают своей таинственностью и какой-то внутренней силой, которая исходит из них. В Евангелии этими словами завершается притча о злых виноградарях, и как будто в них содержится некая мораль, некий вывод, который преподносится в этой притче. Прежде всего, вы могли обратить внимание, что Господь, когда сталкивается со своими противниками, как правило, Он прибегает к орудию Слова Божия. Слова Писания Ему служат вот этим неотразимым оружием и надежной защитой. Вот эти знаменитые стихи из 117-го псалма, который я вам привел, Господь использует в спорах с первосвященниками. И нужно себе представить, что этот псалом всегда исполнялся за богослужением в храме. Не только в наших храмах, но и в древности тоже. В нем описывается торжественная процессия того, как священники входят в храм, их встречает хор левитов, хор народа, и вот эта перекличка голосов, мы ее слышим в этом псалме. Поэтому первосвященники прекрасно понимают, о чем идет речь. Это слова, которые обращаются к ним во время храмового богослужения. Теперь они звучат в устах Христа. Непосредственно перед этим эпизодом в Евангелии был другой эпизод, когда Господь входит в Иерусалим как царь. По крайней мере, народ его встречает с ваями, именно как мессию, как помазанника, который входит в свою столицу для того, чтобы занять царский престол. И в устах народа звучат другие стихи из этого же псалма, прекрасно знакомый вам. «Благословен гряды во имя Господне, о санна вышних!» Итак, этот псалом звучит постоянно в нашем богослужении и в нашем сознании, и здесь он употребляется в контексте притчи о злых винограторях. Речь идет о камне, который сначала был отброшен строителями, как некий мусор, а затем именно этот камень был положен на вершине здания, как царский венец. Сам по себе этот псалом построен как диалог, в котором мы видим праведника, который претерпел суровое наказание, но в конечном счете вышел цел и невредим из смерти. «Наказуя наказа, мя Господь, смерти же не предадим я». И поэтому христиане всегда в этом псалме видели некое пророчество об Иисусе Христе. И поэтому именно когда мы слышим его в устах самого Христа, этот псалом обретает свое самое подлинное и самое глубокое звучание. Это по-настоящему хвалебная песнь. «Славлю тебя, потому что ты услышал меня и стал моим спасением». Итак, здесь происходит противостояние с вождями народа. И здесь эти слова про камень, конечно, обретают совершенно другое звучание. Они звучат как некое предостережение. Будьте осторожны, будьте внимательны. Обратите внимание на то, что вы хотите отбросить. Потому что даже Писание предупреждает вас, что иногда Бог яростно изобличает ложь и бесславит нечестивых. Поэтому прежде чем совершить то, что вы собираетесь совершить, прислушайтесь к предупреждению Писания. Именно в этом значении слова псалма должны прозвучать в нашем сердце. Точно так же, как тогдашние правители Иерусалима, сильные миры сего во все времена, любой из нас в какие-то моменты жизни считает, что он имеет право, имеет власть, нечто отвергнуть или уничтожить. Отвергнуть то, что не вписывается в нашу систему ценностей, в нашу картину, в наше представление. Отвергнуть другого человека, точно так же, как выбрасывают строительный мусор. Это называется отбросить на обочину жизни. И по дороге в Иерусалим, непосредственно в предыдущих эпизодах, Христос объясняет ученикам о том, что ему надлежит много пострадать и тоже быть отвергнутым. И поэтому уже там в разговоре с учениками возникает этот образ отвергнутого камня. Здесь в споре с первосвященниками это должно пробудить их ум, пробудить их совесть и вывести их с какого-то состояния безразличия и оцепенения. Тем более сегодня каждого из нас, кто хочет стать учениками Христа, эти слова являются словами предостережения, как нужно относиться к окружающим людям. Апостол Павел говорит замечательные слова. «Незнатное мира и униженное, и ничего не значащее Господь избрал, чтобы упразднить значащее». То есть, если внимательно прислушаться, то говорится о том, что то, что в наших глазах было самым низким, самым презренным, что в наших глазах было вообще ничто, пустым местом. Именно это Господь избирает для того, чтобы свести к нулю все, что мы почитали как великие ценности. Собственно, вот как иногда поступает Господь со своим народом и вообще с человеком. Итак, у каждого человека возникает в тот или иной момент проблема и выбор – оставить или отвергнуть, отбросить. Избавляться от того, что захламляет и засоряет нашу жизнь, это жизненно необходимо. Это очень важная функция. Точно так же, как наш организм для того, чтобы мы с вами не умерли от интоксикации, поступает точно так же, он удаляет ненужные продукты жизнедеятельности. Точно так же должно происходить и в сфере нравственной жизни. Но нам нужно очень правильно отрегулировать эту жизненно важную функцию. Но отрегулировать ее, опираясь не на свои представления, на свои предрассудки, но прежде всего опираясь на волю Божию и на Слово Божие. Потому что слова Божии – это не слова человеческие. Мысли Божии – это не мысли человеческие. И вот в том эпизоде, когда Христос впервые ученикам своим говорит, что он будет камнем, которого отвергнут, он затрагивает эту проблему. Апостол Петр мыслит как человек. Но в данном случае бывают моменты в жизни, когда нужно прислушаться к голосу Бога и принять его мысли и принять его образ мышления. Каждый из евангелистов эти слова по-своему связывает с притчей о злых виноградарях. Эта притча тоже вызывает всегда много вопросов и недоумений. Евангелист Марк нет, никак не связывает с этой притчей. А вот Матфей и Лука связывают. Матфей наводит читателя на мысль о том, что однажды народ будет отвергнут, и его место займет другой народ. Очень часто это применяется к церкви и к народу Израиля. Ветхозаветный Израиль будет отвергнут, его место займет церковь. В Евангелии от Луки этот стих звучит как ответ на некий крик негодования или ужаса, который охватывают слушателей. Потому что слушатели однозначно приговаривают этих убийц-виноградарей к смерти. Но этот презренный ими камень должен одержать победу не так, как люди себе это представляют, но именно так, как это входит в планы самого Бога. И поэтому не нужно останавливаться только на каком-то жестоком прочтении этих слов, в таком беспощадном приговоре. Следует заметить, что в некоторых древних рукописях и в некоторых древних комментариях не содержится вот этой устрашающей концовки, которую мы видим в Евангелии от Луки. Но в этой концовке есть какая-то очень странная логика. Вот посмотрите. Любой человек, упавший на этот камень, будет раздавлен или разбит или раздроблен. А тот, на кого он упадет, будет им раздавлен или побежден. Итак, первое, что приходит на ум, что этот камень мстит за жестокое обращение. Понять, что это за такой краеугольный камень, нам помогает апостол Петр. Он говорит о том, что Иисус есть некий замковый камень и камень преткновений, и то, и другое тесно связаны между собой. По крайней мере, нам трудно представить, что один и тот же камень может лежать на земле и одновременно где-то быть на высоте. Одно дело камень, о котором мы спотыкаемся, другое дело камень, который нам может упасть на голову сверху. И здесь об этот образ наш ум, конечно, спотыкается, потому что наша логика не может принять и то, и другое одновременно. Но именно в той мере, в какой это является пророчеством о самом Христе, здесь противоречия все снимаются. Иисус и сам есть тот камень, отвергнутый строителем. Это замечательный образ его земной судьбы. Духовные лидеры народа, первосвященники, считали себя компетентными людьми и считали, что у них есть власть. Они ведут себя как политики, у них есть своя политика. Иисус никак не вписывается в их планы, потому что они архитекторы, они зодчие, прорабы некоего царства, которое они строят. И поэтому Христу нет места в их проекте. Он неудобный, он нестандартный, он не подходит, он им очень неудобен. Поэтому у них есть свои причины для того, чтобы от него избавиться. И это дает ключ к тому, что произойдет в Иерусалиме. Но одновременно Христос есть замковый камень, вот этот краеугольный камень, который окажется на вершине свода. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Это тот каменный блок, который помещается последним на вершине арки или какого-то свода, или купола. И своей тяжестью, своей прочностью он удерживает всю конструкцию. Может быть, во времена Иисуса Христа в Иудее эта архитектурная техника не была известна, но сам по себе этот образ камня, который завершает собой строение, который становится действительно как царский венец, потому что на иврите здесь употребляется слово «голова» или «глава». И действительно, в конце времен именно Иисус Христос придет во славе для того, чтобы увенчать все человечество и все творение. Он есть Альфа и Омега, первый и последний. Он увенчает собой всю Вселенную, чтобы придать ей окончательное единство, стройность, красоту и прочность для того, чтобы стать ее главой. Вот о чем и говорит апостол Павел, когда сравнивают в послании к Ефесиным вообще сотворение мира и нашу Вселенную с огромной строительной площадкой. Но однажды это строительство будет закончено, и закончено именно в тот момент, когда Христос займет подобающее Ему место. Итак, мы понимаем, что именно Христос является и фундаментом, и вершином. Эта метафора взрывает наш ум, потому что мы привыкли совершенно к другой логике, но одновременно он помещает нас на пороге какой-то ослепительной тайны. На этом спор с первосвященниками заканчивается. Они больше не увидят друг друга до того момента, когда Христос предстанет на суд перед Синедрионом. И поэтому этот диалог о камне становится исключительно важным. Это последнее пророчество о его смерти и воскресении. Противники Христа решительно откажутся признать в нем сына и наследника. И на это последует ответ Бога. Они сами будут дисквалифицированными, а Он восторжествует. На портале Экзекиатру с вами был портерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Экзекиатру с вами был портерей Дмитрий Сизаненко.